Погрузить юных читателей в мир литературы и познакомить их с классическими и современными авторами. Это главная задача организаторов акции «Книжный заряд». Сегодня, в День защиты детей, для читателей организовали настоящий праздник. Все желающие имели возможность поучаствовать в мастер-классах, посмотреть обзоры книг, а также пообщаться с психологами и художниками. Кроме того, сотрудники библиотеки написали статью об истории Дня защиты детей. Вышла статья, которая называется «Куда уходит детство?». В этой статье можно прочитать и узнать об истории празднования этого праздника, о традициях его празднования. Можно даже узнать, что у этого праздника есть свой собственный флаг. То есть статья отсылает нас к истории этого праздника, и она действительно очень интересная. Очень советую прочитать каждому. Акция «Книжный заряд» стала хорошей традицией для всех читающих детей. В этом году к ней присоединились 59 региональных библиотек. Это нужно для того, чтобы дети и подростки не забывали о том, что книга – это чудесно, это прекрасно. И, во-вторых, вот эта акция «Книжный заряд» объединяет не только детей, но и их родителей, потому что это направлено не только на детей, но еще и на взаимодействие с родителями. Сейчас сотрудники библиотеки готовятся к долгожданной встрече с читателями, которая будет возможна после снятия действующих в регионе ограничений. Для детей подготовили новые книги на любой вкус. Для любителей комиксов, а таких у нас немало среди наших читателей, есть у нас вот такая вот замечательная книга «Волшебник из страны ОС» в комиксах. Замечательная, чудесная, яркая, новая, на прекрасной бумаге с прекрасными, замечательными рисунками. Региональная акция «Книжный заряд» продлится в Самарской области все лето. Все дети, которые не расстаются с книгой даже во время школьных каникул, смогут узнать много нового о российской и зарубежной литературе. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События.